За три десятилетия, которые Россия прожила после развала СССР, количество оставленных жителями деревень с каждым годом увеличивается. И лидирующей позицией по обли деревенского населения в этом печальном рейтинге занимает Тверская область. Далеко не всегда надо забираться в самые удаленные уголки, чтобы найти опустошенные деревни. Все чаще можно видеть заброшенные дома прямо рядом с оживленными трассами. И в этот раз я всего на несколько километров отъехал от автомагистрали, чтобы побывать в заброшенных домах и посмотреть, как еще совсем недавно здесь жили люди. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Step-A-Wolf. Тема заброшенных деревень в России, мне кажется, к сожалению, она неисчерпаема. И сегодня я отправился еще в одну заброшенную деревню. Находится она в Тверской области, совсем недалеко от трассы. И что интересно, по дороге к ней находится несколько жилых деревень, где сегодня живут люди. И вот эта деревня, она отстоит всего на расстоянии пары километров от тех жилых деревень. Что интересно, здесь совершенно разное состояние домов от практически полностью разрушенных до домов в хорошем состоянии, где, как я надеюсь, сохранился какой-то быт, где можно будет посмотреть, как жили люди. Давайте сейчас попробуем пройти внутрь этого дома. Главное тут, конечно, никуда не провалиться. Причем, что интересно, здесь достаточно добротное крыльцо. А дальше уже здесь настелена дверь, чтобы можно было пройти внутрь. Мы оказываемся в первой комнате. Я так понимаю, что на пол здесь лучше не наступать. Здесь была печь. Естественно, какой же вообще дом деревенский, старый деревенский дом может обойтись без русской печи. Старая электропроводка, выключатель. Сейчас под такую электропроводку делают, стилизуют современные дорогие провода. Ну, а раньше это было таким деревенским стандартом. Здесь вот видим какие-то игрушки на полу навалены. И здесь даже можем видеть картину в духе советской фантастики. У меня почему-то сразу возникают ассоциации с Иваном Ефремовым. Проходим дальше в избу. И вот здесь довольно интересная ситуация. Здесь мы видим еще одну печь. То есть, в этом доме было две русских печи. Здесь была кухня. На столе икона и книжка «Монастыри защитники древней Москвы». Это уже, видимо, с современных времен книжка. И здесь же на стене прикреплена молитва. Молитва преподобному и богоносному отцу нашему Серафиму Саровскому. Итак, давайте теперь из кухни пройдем в комнату, в горницу. Здесь вот достаточно глубокий подпол. В общем, я, наверное, далеко заходить сейчас не буду. То есть, этот дом, он состоял из двух, я так понимаю, комнат. Там были сени, куда мы вошли изначально. Вот это вот горница. И кухня под полом какой-то чемодан. Сейчас все-таки, наверное, рискну пройти внутрь. И опять же тут вот надпись «Господи Христе Божий, помилуй ми». По-моему, так, если я правильно прочел. Здесь же вырезки из газет. Вот, совладаем ли со стихией 14 октября, международный день, уменьшение опасности стихийных бедствий. Потолок здесь давно уже начал рушиться. Видимо, прохудилась хорошо, прохудилась крыша. Здесь, как часто бывает в заброшенных домах, остались вещи хозяев. Пальто, куртки. При входе не обратил внимания, а на самом деле здесь вот в сенях валяется здоровенный шкаф, старый шкаф. Наклеены тоже какие-то церковные, православные символы, знаки. Я, честно говоря, человек не очень религиозный. Кто знает, что это такое, пишите в комментариях. Довольно странный дом. Здесь сейчас достаточно много звуков. Я сейчас на несколько секунд замолчу и попробуем прислушаться. Я не знаю, получится ли записать все это на микрофон камеры. Но дом довольно странный. Здесь сейчас достаточно много звуков, несмотря на то, что я здесь точно один. Причем звуки возникают где-то то под полом, то, может быть, наверху на чердаке. Вот сейчас все затихло. Ладно, буду выбираться отсюда, потому что впереди меня ждет еще несколько домов здесь, вот в этой заброшенной деревне, которые я хотела бы успеть посмотреть до захода солнца. В нескольких метрах от дома, в нескольких десятках метрах от дома остался такой табурет с заваленкой. Заваленкой это не совсем правильно будет назвать, потому что заваленкой это то, что к дому прикреплено намертво, скажем так. А это просто типа табурет, и люди здесь сидели на нем, видимо. А за домом была еще одна постройка, еще как бы часть дома, которая сейчас полностью обрушилась. А это хозяйственная постройка. И тут я невольно вспоминаю северные дома, северную архитектуру деревенскую, которую мы совсем недавно видели в Костромской области. То есть с обратной стороны дома была вот такая вот пристройка, которая сейчас обрушилась полностью. И в ней были какие-то хозяйственные помещения, ну где жильцы этого дома держали, может быть, скот, может быть, что-то с огорода. Это немного странное место. Бывают такие места, я как бы говорю, что я вообще не верю в мистику, не верю ни в какие рассказы о всяких потусторонних событиях. Но место просто реально немного странное своей атмосферой, потому что там в доме были какие-то странные звуки, шорохи. Но это все объясняется, скорее всего, я думаю, в подполе или, может быть, в чердачном помещении. Там были какие-то грызуны, может быть. То есть кто-то меня услышал и шуганулся. Пойдем посмотрим, что же здесь есть в соседних домах. Все поросло крапивой. Правда, сюда вот пытался подъезжать на машине, потому что я сейчас иду по колее. Там вот вдали видно был какой-то сарай, хозяйственная постройка. И вот мы уже добрались до самого дома. Причем здесь состояние явно более хорошее. Здесь даже целое стекло, кроме вот одного, которое аккуратно вынули прямо вместе с рамой. Интересно, что тут тоже была подведена линия электричества. То есть все эти дома были подключены к электричеству. И так до сих пор и остались. Столбы, провода, даже ничего не стащили, не распилили. Домик, кстати, явно меньше предыдущего по размеру. Здесь была кухня. Так, ну и главное, чтобы нигде подо мной не провалился пол. Это всегда самая основная проблема в старых домах. И вот обратите внимание, здесь были поклеены обои. Здесь было что-то типа прихожей. И здесь же была печь. Вот такая русская печь. И можно пройти в сене. Причем, интересно, вход был как раз с другой стороны. Неоткуда мы вошли через окно. Вот в ту сторону как раз проход в это самое подсобное помещение. Давайте зайдем, посмотрим, что же здесь есть. Опять же, здесь дома построены по практически такой же архитектуре северных домов. Вот там наверху был сеновал. Здесь хозяйственное помещение туда вглубь. Поленница. Дверь я, увы, не открою, но достаточно хорошо, во всяком случае, мне отсюда видно, что там была поленница. Сложены дрова, сухие дровишки. Вот там сеновал этот наверху. И все же у меня получается пробраться немножечко ближе к двери, чтобы показать вам, как там все было сделано. Там был тоже чердак. Отсюда, видимо, был проход на чердак. А вот за этой дверью, как я предполагаю, был туалет. Вспоминая как раз конструкции, архитектуру домов русского севера, деревенских домов, о которой я рассказывал в видео из Костромской области. Даже лоток кошачий. Это, похоже, наполнитель, а может быть, зола. И потихонечку мы продвигаемся в одну из комнат. Точнее, это была терраса. На террасе была оборудована спальня. Ну и давайте пройдем, посмотрим. Здесь был вход. Небольшая терраска, верандочка. Интересно, какая тут была добротная дверь. И достаточно мощный засов. На двери был даже какой-то декоративный элемент в виде ромба. Собственно, да, домик маленький. Ванные принадлежности, зубные щетки. Ну и попадаем в самую большую комнату, которая была гостиной. Вот там вот шкаф стоит перевернутый. Здесь уже провалился пол. Книжки. Полная исповедь. Испытание совести. По десятисловию. Испытание совести по заповедям. Блаженство. Испытание совести для детей от семи лет. В общем, здесь тоже, похоже, были достаточно, жили достаточно набожные люди. Я сейчас пытаюсь пробраться немножечко ближе к середине комнаты, там где уже провалился пол. Здесь видно как раз детские рисунки. Жирный такой кот нарисован. Там вот ближе к кровати черные купы. Там стойка для кассет, магнитофонных кассет. Здесь же была сделана лестница, чтобы можно было подняться на чердак. И там вот в глубине, заваленные под кирпичами, остатки раскладушек. Не повезло мне с погодой. Пошел дождь. Я сейчас пройду еще в один дом, тоже, который здесь недалеко находится. Вообще, конечно, очень интересно путешествовать по заброшенным деревням. Изучать вот такие вот старые брошенные дома. Потому что можно прикоснуться к быту людей, которые жили здесь где-то десятки лет назад. Где-то дома были покинуты всего несколько лет назад. И, соответственно, вот ощутить этот быт, деревенский быт. Вот еще один заброшенный дом. Тут уже все совсем сильно заросло травой, бурьяном. В то же время мы видим, что к нему было подключено электричество. И похоже, что это электричество сейчас до сих пор подведено. Наверное, попробую с другой стороны зайти. Здесь было какое-то подсобное помещение. Скорее всего, сарайчик для хранения дров и инструмента. Здесь же сложен шифер. Скорее всего, собирались менять крышу, перекрывать крышу. Домик, конечно, старенький. Попробуем сейчас найти, где можно попасть внутрь этого дома. И вот, опять же, видим трубу. Сюда подводился газ. То есть в этой деревне она была газифицирована. Чтобы попасть внутрь, приходится пробираться совсем через заросли. Видно, вот электричество подключено, о чем я говорил. Натянута бельевая веревка. Так и не пойму, где был вход в дом. Очевидно, да, вот через хозяйственное помещение. И, опять же, мы попадаем в пристройку. На втором этаже тоже был, скорее всего, сеновал. Вон детские санки старые, еще советские. Здесь вот держали скот явно, вот этот вот ящик, кормушка. Вон еще одно помещение завалено дверью. Здесь даже на полу валяется пластинка. Советская пластинка фирмы «Мелодия». Телевизор старый, вот он кинескопом вверх лежит. Эта дверь держалась вот на таких петлях. И здесь же можно подняться наверх, посмотреть, что было в чердачном помещении над домом. Вот по этой лестнице я поднялся наверх. Велосипедные покрышки, кстати, старые. Как интересно, здесь сделан дымоход. Вероятно, здесь, может быть, было две печи, не знаю. В общем, не так просто это сделано. Да, лестница достаточно крепкая, я решил рискнуть подняться наверх. Хотя дальше не пойду, потому что потолок подо мной может обвалиться. Я сейчас стою на одном из венцов сруба. Я думаю, что это достаточно надежная опора. А вот дальше по потолку идти не хочется. Ну что же, отправимся внутрь дома, в избу. Здесь были синие, много яиц, очевидно, держали кур. Горшок такой глиняный, старый. И вот интересно посмотреть по газетам, когда же этот дом. Но если не строили, то, по крайней мере, по датам можно было бы понять, по датам на газетах, когда ремонт делали хотя бы. Но, как назло, не сохранилось ни одной полосы, где была бы читаема, видна дата. Такой старый комод дубовый. И вот мы попадаем уже внутрь дома. По-моему, это самый хорошо сохранившийся дом из того, что я видел в этой деревне. Здесь, интересно, кстати, пакеты висят с мусором. Половицы подо мной скрипят, но буду аккуратненько продвигаться внутрь. Вот была газовая плита, здесь же рядом большая печь. Дымоход, от которой мы видели наверху на чердаке. Опять же одежда хозяев. И еще одна печь. Я правильно предполагал, что здесь было две печи в доме. Судя по тому, как объединен дымоход. Журнал регистрации входящих документов. Кассовый журнал. Видимо, здесь жил какой-то деревенский бухгалтер. И тоже очень странные звуки. Я вот все же рискую пробраться вглубь помещения. А здесь есть электричество. И звуки издает счетчик. Обалдеть! Я даже рискну сейчас включить лампочку. Ого! То есть дом реально, вот он покинут, но здесь все осталось, как при хозяевах. То есть здесь еще даже электричество до сих пор живо. Сберкнижка. Подистов Анатолий Ильич. Срочный пенсионный. Клад. И смотрим. 14 октября 2002 года. 3900 рублей. 496. Что-то снималось, что-то добавлялось. 22822 рубля уже на 2013 год. Интересно, когда была книжка закрыта? 22 июля 2014 года закрыта. Деньги были сняты полностью с книжки. То есть расход 20 641 рубль и остаток 0. 31 декабря предновогодние поздравления, видимо, на память от Евгения. На память Евгению от Александра в дни службы на Дальнем Востоке. 31 декабря 1976 года. Александр. Очень много армейских фотографий. Здесь не подписано ничего. Кстати, погоны вот лежат. Интересный дом, интересное место. ДТФ. Интересно, это Тихоокеанский флот. Хотя навряд ли. Слева направо и перечислено три служивых, которые на этой фотографии. Ноябрь 1977 года. Вот здесь вот лекарства. Трифтозин. Много пачек трифтозина. Медицинский страховой полис. Не вижу дату. А вот 11 февраля 2000 года. А это фотографии из похорон. Альбом. Фотографии все уже из него достали. Циклодол. Да, интересный домик. Очень интересный домик. Рецепт. Подисто Анатолию. 1950 года рождения. Ага, понятно. Теперь мы знаем и возраст хозяина дома. До 2013 года книжка. Насколько я помню. Ему было 63 года. Еще один рецепт. Не могу прочесть, что написано на печати. А, вот. Ржевский. ЦРБ. Психоневрологическое отделение. То есть у хозяина дома, я так понимаю, были какие-то проблемы еще и с психикой. Что нужно знать о Боге? Опять находим книги о религии. Причем из той серии, что простыми словами о Боге, простыми словами о религии, Вот здесь вот был вход в подпол. Он открыт, очевидно. Там искали что-то. Может быть остались какие-то ценные вещи. Оставались там их искали. Интересный домик. Очень интересно сохранилась атмосфера этого дома. То есть мы здесь видим то, что было раньше принято в интерьере. В том числе в деревенском интерьере. Ковры на стенах. Вот такой вот диван-софа. А очень интересная картина из Гобелена. 2019 год календарь здесь видим. То есть здесь уже даже более поздние. Напоминание о более поздних временах. Буквально вот сколько? Три года тому назад в этом доме кто-то жил. А на противоположной стене, на другой стене, на другой стене еще один ковер. Обувь, тапочки. В основном, я так понимаю, мужская обувь. И, наверное, здесь вот этот хозяин, он жил один. Комод с посудой. Там мясорубка, тарелки, зажигалки. Хозяин был курящий. А вот и газеты 92-го года. То есть вот последний ремонт здесь обновлялся как раз где-то в начале 90-х. Нехитрый быт. Газовая плита двухкомфорочная, старая. Печь. Одежда хозяина. Вот здесь вот выпотрошили шкаф. И там вся одежда из шкафа валяется на полу. И в дальней части комнаты видно за матрасом чехол от аккордеона, футляр от аккордеона. Видимо, хозяин играл на аккордеоне. Такая вот незамысловатая раковина, причем в гостиной она находится. Конечно, очень непривычно видеть заброшенный дом. Причем заброшенный, да, где-то три года назад. Но здесь сейчас до сих пор работает электричество. А вот очень интересный документ. Это одна из страниц договора. Особые условия, на которые распечатан срок действия договора. А вкладчик сберкассы. Это еще советская сберкасса. И дата договора 1989 год. Пенсионное удостоверение. Копия. И между прочим, обратите внимание, подистова Татьяна Ивановна. 22 декабря 1915 года рождения пенсионное удостоверение. Даты на пенсионном 70-71 годы. Страховой полис уже на подистова Анатолия Ильича. А вот пенсионная, которую мы видели, это скорее всего его мама была. Мы обязательно надо выключить электричество, чтобы не было никаких проблем в доме. Надо сказать, что эта деревня на меня произвела очень большое впечатление, особенно последний дом. Это редкий случай, когда можно найти заброшенный дом в таком сохране, где можно узнать из каких-то вещей, из документов очень много о хозяине. Узнать, кем он был, чем он занимался. Сделать выводы о его состоянии здоровья. То есть, в принципе, здесь можно представить себе целую историю об этом человеке. Как он жил, с кем он жил. Чем он занимался. В сознании складываются истории тех людей, которые там жили. И, конечно, такие поездки, они очень запоминаются. Они откладываются в памяти за счет увиденного, за счет возможности прикоснуться к быту других людей, которые жили годы, десятилетия назад в этих домах. Если вам понравилось это видео, если оно каким-то образом затронуло струны вашей души, обязательно поддержите его лайком. Напишите в комментариях, что вам больше всего запомнилось, когда вы его смотрели. Будет очень интересно узнать об этом. Оставайтесь с нами на канале. Будет еще очень много интересного. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего!